Приветствую, дорогие друзья! Вы смотрите канал OK English Elementary, с вами Елена Викторовна Вагнистая. Вы попали в плейлист разбора английских текстов для новичков. Мы с вами работаем в пределах базовой грамматики, и то, что мы здесь используем, в общем-то, находится в пределах первых десяти юнитов красного Мёрфи. Также мы с вами всё это закрепляем, слушаем, изучаем параллельно словарь. Словом, очень успешный и удачный плейлист. И обязательно выполняйте дополнительные задания, которые я вам буду потихонечку выкатывать в процессе урока. Итак, сегодня у нас текст об оптимистах и пессимистах, вернее, о людях, у которых всё получается, а о людях, у которых ничего не получается. И многих будоражит загадка, ну почему же одни выигрывают, а другие проигрывают? Почему же кому-то везёт, а кому-то совершенно не везёт? Ну давайте оставим свои размышления каждый при себе, а сейчас просто работаем с текстом, который, в общем-то, по верхам проходит, касается данной проблемы. Итак, текст мы сперва с вами прослушаем. Ну что, а теперь давайте переведём его. Мэри хорошо сдала тест или экзамен. Патриция выиграла художественный конкурс. Дэвид смотрит отличный фильм. Мэри, Патриция и Дэвид счастливы. Ну вот, бывает такое, да? Итак, здесь у нас обыгрываются несколько выражений, которые могут быть не очень понятны для новичков. Например, do well. Do well. Вот в самом первом предложении мы видим предложение Mary does well on her task. Итак, do well – это хорошо с чем-то справиться, хорошо выполнить какое-то задание. Поэтому очень часто мы видим что-то типа he does well on и дальше вид задания. Ну, как правило, так и говорят on his test, например. Mary does well. Естественно, глагол do будет меняться по временам. Mary does well on her test. Mary отлично справилась с тестом. Do well – хорошо справляться с заданием. She smiles – она улыбается. Вспоминаем сразу, что если у нас описание идет в времени present simple, то есть это какие-то общие описания, базовые вещи, можем делать пересказ событий, но опять же через призму настоящего. И если у нас автор действия he, she или it, то обязательно у глагола появится окончание s. She smiles – она улыбается. Patricia wins the drawing contest. Патриция выигрывает художественный конкурс. Итак, Patricia, Патриция, обратите внимание, как читается в английском, wins, выигрывает, побеждает в чем-то. The drawing contest. Contest – это у нас соревнование или конкурс. Соответственно, drawing – его характеристика. Drawing – художественный. Draw – это рисовать. Если у нас глагол с окончанием in, то с ним бывает странная штука. Он, например, может стать уже совсем не глаголом, а прилагательным, как в данном случае. Мы видим, что drawing стоит в позиции прилагательного. Мы могли вместо drawing поставить, например, good. Good contest. А можем поставить, если это образование от глагола, то глагол с in. Drawing contest – художественный конкурс. Patricia wins the drawing contest. She smiles – она улыбается. David watches a great movie. David смотрит отличный фильм. Watch – это смотреть. Соответственно, David – это he, поэтому watches. David watches a great movie. Great – отлично, обалденный. He smiles. Mary, Patricia and David are happy. Mary, Patricia и David счастливы. Так как мы перечисляем группу людей и говорим, какие они есть, какими они являются, то мы соединяем эту группу и их качество через глагол be. В данном случае, естественно, форма are. Mary, Patricia and David are happy. They are happy. Linda breaks a leg. А вот Линда ломает ногу. Ну, то есть лучше переводить, конечно, сломала ногу. Да, break – это ломать что-либо. Break – a leg – ломать ногу. She breaks her leg – она ломает свою ногу. Her – в данном случае не надо переводить как её. Линда ломает её ногу. Ну, а зачем тогда стоит это her? Почему нельзя сказать Linda breaks a leg или the leg? Дело в том, что в английском языке принято очень многократно повторять, кому что-то принадлежит. Если нога Линды, то мы можем на протяжении всего текста говорить her leg, her leg, her leg. И это будет абсолютно хорошо. В русском и так не делаем. Мы в русском для этой функции используем слово «своё». Линда сломала свою ногу. И то мы не будем на протяжении текста всё время повторять «своя», «своя», «своя». Мы один раз это скажем, и нам достаточно. Вот имейте в виду, что есть такие нестыковки. В частности, это проявляется в том, что где в русском свой, в английском может быть, например, местоимение his или her, которое можно вовсе не переводить. Линда сломала ногу. Всё этого достаточно. В английском Linda breaks leg. Так вообще нельзя сказать. Можно сказать breaks a leg. Можно сказать breaks the leg. А можно сказать breaks her leg. И это будет самое оптимальное. She goes to the hospital. Она отправляется в больницу. Так, больница в английском языке – это hospital. У них только госпиталя. Больниц нет. Дальше. Обратите внимание, что вы, если идёте в больницу, you go to the hospital. Go to the hospital. Здесь появляется артикль «да» в американском английском. Go to the hospital. Очень часто появляется вопрос у меня, почему иногда говорят go to hospital, иногда go to the hospital. И как вообще с этим всем сладить? Да, это выражение надо запомнить. Go to the hospital. Просто запомните, как есть. Повторите несколько раз, чтобы от зубов отскакивало. И опять же goes с окончанием s. She goes to the hospital. То есть она отправляется в больницу. Ещё хотела сказать по поводу этого выражения, что когда так говорят, то человек туда отправляется, чтобы получить медицинскую помощь. То есть если вы, if you go to the hospital, то вы больной. Да, вам нужна помощь. That's why you go to the hospital. Okay, Barbara gets last place in the race. Барбара получает последнее место в гонке или в забеге. Мы уже обсуждали слово race, да? Давайте останемся на варианте гонка. Ну, такой универсальный. Итак, когда вы занимаете какое-то место, you get такое-то place. Last – это последний, самый последний из всех. Get first place – занять первое место. Get last place – занять последнее место. Barbara gets last place in the race. Барбара занимает последнее место в гонке. Jeff does bad in his test. Jeff плохо проходит тест. Мы уже знаем оборот do well on something, and the opposite is do bad on something. Да, то есть well или bad. Обратите внимание, не badly, да? На самом деле, я не знаю, почему так, просто запомните эти две фразы, они как антонимы. Do well – не good, обратите внимание, а именно well. И do bad, а не badly. Jeff does bad on his test. Jeff плохо сдаёт тест. Linda, Barbara and Jeff are sad. Linda, Barbara и Jeff печальны. И опять же, they are happy – positive. They are sad – negative. То есть здесь у нас в одном тексте получилось несколько, скажем так, фраз, которые обозначают противоположное. Затем он и ценен. И что ещё интересно в этом тексте? На самом деле, тут всё просто. Мы использовали в основном предложение с глаголами действия, и у нас появлялось окончание s, потому что исполнитель был один. Также у нас были несколько раз предложения с состоянием. They are happy – they are sad. У нас было два устойчивых выражения do well on something. Он не обязательно, если дальше вы не указываете, в чём вы преуспели. Do bad – это, соответственно, когда у вас это не получается, вы в этом не преуспели. Win – выигрывать. Get the last place or get last place – занять последнее место. Contest – это конкурс, drawing, художественный. И мне кажется, что больше ничего нового здесь. Ну и, пожалуй, вот дооборот. Go to the hospital. Помним, что артикль 2 нужен, и оборот означает, что вы поехали в больницу, потому что вам нужна медицинская помощь. Ну вот такая вот штука, друзья мои. И теперь что мы делаем? Мы начинаем с вами закреплять задание номер 1. Сейчас я прочитаю данный текст с паузами. По мере того, как будут паузы, вы можете выполнять два задания. Задание номер 1. Приготовьтесь. Если не хотите писать, то повторяйте со мной вслух. Если хотите писать, листик, ручку взяли и записывайте на слух без подглядки то, что вы сейчас услышите. Окей, let's go. Mary does well on her test. She smiles. Patricia wins the drawing contest. She smiles. David watches a great movie. He smiles. Mary, Patricia and David are happy. Linda breaks her leg. She goes to the hospital. Barbara gets last place in the race. Jeff does bad in his test. Linda, Barbara and Jeff are sad. Ну что, я думаю, тут получилось, да? Ещё одно задание. Смотрите. Вы можете всё это рассказать о своих знакомых. Можете поменять виды занятий. Это более сложное задание. Можете рассказать о своих родственниках, друзьях. Попробуйте адаптировать этот текст под себя, да? Наверняка у вас в окружении есть люди, у которых всегда всё получается. They are positive. Yes, they are doing great. Они позитивны, но у них всё выходит. А есть у вас наверняка знакомые, друзья, может быть, родственники, у которых всегда всё плохо. Что ни делай, у них всегда всё будет плохо. Это просто такая вот, я не знаю, некая психологическая болезнь, да? И подумайте, что у них не получается. Причём, возможно, это даже какие-то мелочи. И всё могло бы быть не так уж и плохо, если бы они просто... If they just changed their attitude. Если бы они просто изменили отношения к ситуации. Итак, это делаем. Это творческое задание. И последние два задания. Задание номер один. Сейчас вы увидите русский слайд. Ваша задача, глядя на русский слайд, вспомнить, как всё это было по-английски. Сделайте перевод вслух. Старайтесь русские фразы не прочитывать. Вообще не прочитывайте их. Только глазами пробегайте вслух. Ни в коем случае их не читайте. Лучше хотя бы, если надо читать, то про себя. Это первое задание. И нужно, естественно, сделать перевод быстро. И задание номер два. Вам нужно, глядя на русский слайд, написать перевод и свериться. Это задание очень помогает вот просто, как это сейчас говорят, сделать буст, сделать супер прокачку своего навыка письма и беглого построения английских фраз. Делайте это задание. Оно будет сейчас легко вам даваться, потому что текст сам мы разобрали. Но дальше, естественно, практика. Без практики у нас вся эта теория, она мёртвым грузом повисит у вас где-то, поболтается в голове и вылетит. Нам этого не нужно. И ещё. Сейчас я включу данный текст. Опять же, аудио. Ваша задача послушать. И уже старайтесь не глядеть на экран. Мне недавно написали, почему же вы не убираете с экрана текст, Елена Викторовна? Я же смотрю в текст. Надо убирать текст, чтобы было только аудио. Друзья, мне кажется, что мы всё-таки не малыши с вами. Если вы понимаете, что вам надо убрать текст, то просто переверните экран смартфона. Прикройте крышку ноутбука. Посмотрите в окошко, в конце концов. Закройте глаза. Мне кажется, есть много способов, как убрать картинку из глаз. Если вы её не убираете, то подумайте, наверное, она вам нужна. Зачем она вам нужна? Вот этот вопрос вы должны задать самому себе. Ну всё, на этом я прощаюсь и ещё раз слушаем наш текст. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк, если урок вам понравился. Bye! Субтитры сделал DimaTorzok